Приветствую вас! Вопросы вы задаете очень интересные, очень важные, очень животрепещущие, но тут тонкость в том, что вам нужно не какие-то рекомендации, конкретные рекомендации, а вам нужно работать именно с вами. То есть смотреть на себя. Чего хочу я-то? Что у меня-то есть? Какие у меня есть средства для реализации своих целей, своих желаний и так далее? Чего я-то хочу? Понимаете? Вот в этом направлении нужно двигаться, а не в сторону получения каких-то типовых советов и так далее. Это по опыту абсолютно ничего не даст вам, и по опыту я могу сказать, что все эти рекомендации, да, все они пропадут в туне. потому что вы, ну, по сути, вы всегда можете сказать что-то типа, ой, а мне это не подходит, ой, а это, грубо говоря, не для меня, да, вот, ой, а это вообще не про меня и так далее. Понимаете? Понимаете? Вот. Вот чтобы этого не было, чтобы таких историй не было, вот, мне кажется, что лучше все-таки начинать именно с вас. С того, что нужно вам, с того, чего хотите вы, с того, что важно для вас, с того, что ценно вам, с того, что соответствует вашим представлениям о деятельности и так далее, и так далее, и так далее. Вот это будет справедливо. Понимаете? Это будет справедливо. Вот. А то, что встречается, вы просто, знаете как, накидали вопросов, да, вот, и, соответственно, хотите получить ответ на все вопросы сразу. Вот. Но это не работает так, к сожалению. К сожалению, так это не работает. Вот. Вот. Если вы, конечно, не обесцениваете себя, да, и не считаете, что, вот, к вашей, как бы, проблеме, да, есть какой-то, вот, ну, универсальный ключ. Вот. Давайте разбираться. Так. Как найти путь в карьере и не имитаться? На этот вопрос сразу могу ответить вам, чтобы вы понимали. Значит, путь в карьере лежит через ценности. То есть, у вас либо должны быть, либо имеются уже определенные ценности жизненные, с которыми вам необходимо, ну, может быть, еще раз познакомиться. Да, то есть, может быть, вам просто нужно их вспомнить, что они у вас, вот, есть такие образования, да, как ценности, ваши собственные. Вот. И, соответственно, ценность – это некие ориентиры, в том числе ориентиры и, значит, ключевые, мировоззренческие, позиционные, вот. Которые определяют ваш жизненный путь. Вот. То есть, что для вас важнее всего? Что для вас главнее всего? Что вы никогда не предадите? Понимаете? Вот. 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 Это важно. Это ценность. И второе – то, чем вы занимаетесь ради процесса. Не ради результата, а ради процесса. Именно. Вот. И только так можно получить не метание в карьере. Только через данный аспект можно получить отсутствие металла. Вот. По-другому? Нет. Невозможно. То есть, ценности и ориентация на процесс. Вот. Деньги – это, конечно, хорошо в работе. Безусловно, деньги – это хорошо, это здорово. Вот. Но, помимо денег, да, вам нужно получать именно удовольствие от того, что вы делаете. Именно удовольствие. Если удовольствия нет, вот, то что бы вы ни делали, вот, все равно вам это будет всегда напряг. Вот. Наверное? О чем идет дальше? Два высших образования пишите вы – экономическое и программисты. Образование, знаете ли, не значит ничего, если вы получили его не свободно, скажем так. То есть, если вы получили образование, ну, исключительно для того, чтобы или получить, или исключительно для того, чтобы иметь корочку, например. Вот. или исключительно потому, что так было нужно кому-то. Вот. Ну, кому-то из вашего окружения, например, так было нужно. Вот. Образование в данном случае не значит абсолютно ничего. что это всего лишь диплом. Вот. Ну, я думаю, что вы и сами, в принципе, об этом догадываетесь. Вот. Что это всего лишь диплом, да, и не более того. Вот. Так что дело не в, не в, в образовании, не в том, сколько у вас образование, а в том, в том, чем вы реально занимаетесь, что вам реально нравится делать. Вот. Это куда более важно на самом деле. Вот. Куда более важно, чем то, что, чем то, сколько у вас образование. Вот. А, программист нулевой научилась, доучилась, ничего не покупала, но ничего не умею поспешать, не развивалась, опыта нет. А учились тогда зачем? Какая цель была? Определитесь с этим сперва. Нужна цель, как бы. Понимаете, если у вас нет цели, то для чего я это делал? Зачем я это делал? Зачем я учился? Зачем я училась? Я училась, чтобы что? Вот. Что я хотел получить? Как бы, ну, через учебу, да? Вот. А, вот. А, вот, если этого нет, то, соответственно, большие сложности для вас. Тогда. Получается. Понимаете? В этом случае. Потому что, без цели, как говорится, без целя в голове, да, добиться чего-либо, ну, весьма-весьма проблематично. Вот. Поэтому обратите, пожалуйста, на этом вот внимательно. Самое-самое пристальное внимание. Дальше, экономист все сама вытянула, опыта нет. Опять же, не совсем понятно, для чего вы тогда учились. То есть, чем вообще вы руководствовались при выборе, вот, своих специальностей? Чем вы руководствовались? Ну, ведь, наверное, чем-то руководствовались. Наверное. Я же не думаю, что... просто выбрали первый попавшийся. Ибо, знаете ли, это сложно. На экономист выучиться. Да и на программиста, знаете ли, тоже не легко. Вот. То есть, тут вот очень важный момент на самом деле для вас. Какова цель всего того, что вы делали? Зачем все это вы делали? Далее, работала, значит, подборка персонала. Один год очень хвалила адекватной начальнице. Предлагала остаться развиваться, отказалась, так как не видела перспектив в кадровом учете. Ну, здесь два момента. Первый момент, это то, что адекватная начальница. Да, то есть, это уже идет ваша оценка. Как бы даже ваша родительская позиция здесь по отношению к начальникам. То есть, это классический такой стереотип, что начальники бывают либо плохие, либо хорошие. То есть, мы либо идеализируем их, да, либо наоборот обесцениваем. Вот. Но по факту и то и другое это негатив. Ну, негативное проявление. Потому что начальники не бывают хорошими или плохими. Они просто вот, они такие. И все. Ну. И ваша идеализация это детская позиция. Да, тут оценка. Вот. Что вот, какой ты начальник хороший, да, а какой ты начальник плохой. То есть. Нет. Не бывает хороших и плохих начальников. На самом деле. Ну да, относительно адекватные начальники, конечно, могут быть. Но по сути это ни на что не влияет. Вот реально, реально, да, реально. Это ни на что не влияет. Именно реально. Потому что, вы же работать пришли. Что да. Ну да. И если вы пришли работать, то работать и соответственно. Ну, нужно именно работать, а не с начальниками отношения строить. Я понимаю, что вы можете сказать то, что Андрей, ну а как, как же без отношений. Так отношения нужны. Сразу. То есть. То есть. То есть. Сразу простраиваете личные границы. С. Ну. С. 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 Отлично. И всё. И всё. И больше ничего не ноёт. Кто вам что сделает? В таком случае. Вот. А границы вас, она меняется. Далее. Вы пишите, что я не видела перспектив в кадровом учете ноль. Вот здесь опять. Вы говорите, что в кадровом учете ноль, но при этом, при том, что вы в кадровом учете ноль, у вас есть рекомендация начальнице, что вы хорошая, что у вас есть перспективы развития. То есть, согласитесь, это немного странная позиция. Начальник говорит вам, что вы не ноль, вы говорите, что вы ноль. То есть, как бы, конфликт. Конфликт. И отсутствие четкого понимания того, что мне нужно отработать. К сожалению. Так? То есть, я не понимаю, что мне нужно для работы. Я не понимаю, что я хочу от работы. То есть, вот так я вроде хочу, да, работать. Вроде бы, хочу работать. Так. Но... Не даю себе. Как бы запрещаю себе. Вот. Ну, по крайней мере, очень, знаете ли, на это похоже. Что вы запрещаете себе получать, вот, реальное удовольствие от работы. Просто вот запрещаете, и все. Опять же, я не знаю. Может быть, я не прав. Но кажется мне, вот, исходя из того, что вы, значит, ну, написали. Именно так. Ну, и, совершенно очевидно, что есть у вас внутреннее обесценивание. То есть, постоянно вы обесцениваете себя. Вот. То есть, это такой, может быть, конфликт. Ваш. Внутренний. С собой. НОЛЬ. Вот. Надо. Его тоже нужно разрешить. Это конфликт. Так он мешает. Ну, как вы можете сказать, что вы НОЛЬ, если... А, начальница... Сказала, что вы можете развиваться. Что она вас хвалила. Значит, не НОЛЬ. Экономист 2 месяца уволили по справедливости, так как случайно нарушила дисциплину. Вот опять. Вот опять. Вы, как бы, сами выносите приговоры. Вы сами выносите вердикт. Вы сами оцениваете по справедливости вашу, уволили или нет. Это не вам решат. Это не вам решат. Вы случайно нарушили дисциплину. Хорошо. Почему сразу увольнение? Вот я, например, считаю, что это несправедливо. Вы считаете, что это справедливо. Собъективные оценки. А дело в том, что не в этом. Дело в том, что вы уволили, вы нарушили дисциплину, потому что, то есть, была цель некая, ну, вот, нарушение дисциплины. Экономист 10 месяцев уволилась, она не смогла терпеть его дупо. Снова родительская позиция. То есть заметьте, там где у вас все хорошо, вы себя обесцениваете, говорите, что я, ну, полный ноль. Там где у вас все плохо, да, например, вот с сынком, вы обвиняете, как бы, другого человека в том, что, ну, произошло. Понимаете, какая история? Случайно ли это? Нет. Нет, 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 и еще раз нет, это не может быть случайностью. Это явно игра. Игра, это психологическая игра. Да, но, да, но. Вы играете в игру, да, но. Я хочу работать, да, но я полный ноль. Я хочу работать, да, но начальник, эээ, у меня такой тупой. Ага, соответственно, я хочу работать, да, но меня уволили по справедливости. И сами себе, как бы, вот объясняйте, да, рационализируйте, 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 рационализируйте. И в итоге нигде не задерживайтесь. Вот. Почему? Почему? Либо доказывайте кому-то, что вы, ну, не можете, ну, не хотите работать. Либо обесценивайте себя. Опять. Но это игра. Вот то, что вы делаете, да, это игра. Классическая, психологическая, игра в, да, но. И чем быстрее вы ее для себя следите, тем лучше будет для вас. Вот. Так что, по крайней мере, вы будете знать, что происходит. Вот. И, ну, будете отслеживать и не вступать в эту игру. Конечно, конечно, вам еще нужно прийти, как к тому, почему вы играете в эту игру. Вам нужно еще заменить эту игру чем-то. Вот это, как бы, вы же играете не просто так. Вы играете, потому что, по вашему мнению, по-другому вы не можете. Вот. Так что, это не просто игра. Я вам пока на эту, на эту указал, но... За игрой что-то стоит. За игрой что-то скрывается. Что, я пока не знаю. Потому что, ну... Это нужно разбирать. С вами. Но то, что ты игра, это 100%. Потому что... Ситуации разные, поводы разные. А исход, он, по факту один. Исход. Что... Я... Остаюсь там, грубо говоря, без работы. Вот. И это... Это... Ну... Показатель. Именно это является показатель игры. Вот. Ну... 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 Как бы... Для специалистов. Например, вот для меня. Кроме того, здесь есть позиция родительская, да? То есть... Эм... Так... Что справедливость это рационализация, но это, скорее, наверное, детская базиса. Скорее, детская базиса, потому что справедливости никакой нет. Ээ... Первое увольнение — это обесценивание себя, а второе... То есть третье увольнение — это родительская базиса. Эээ... Ведущий специалист за работу 3 года не должен до нас здесь. Но это, по сути, то, к чему вы пришли. То есть, скорее всего, вы и стремились к тому, чтобы у вас не было какой-то вот такой, знаете, ну, своей позиции с четкой. То есть, вы, скорее всего, так и хотели, чтобы у вас не было четкой должности, да, чтобы вы не имели ожиданий на свой счет. И чтобы у людей других от вас ожиданий не было, вот. И тогда вы чувствовали бы себя спокойно. Ну, относительно спокойно. Я думаю, что это то, к чему вы логично пришли через свое поведение, через свой подход, скажем так, к деятельности. Вот. Опять же, опять же, в этом нет ничего дурного. Именно дурного в этом ничего нет. Именно дурного. Вот. 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 отслеживать такие вещи нужно вам. Вот. И не допускать, не допускать того, чтобы они тоже, а-а-а-а-а, ну, влияли. на то, что вы делаете, вот и всё, как вот это происходит сейчас. Но ведь вы же не довольны своей работой, на данный момент, не довольны, не нравится вам то, что вы делаете, не нравится, а, соответственно, когда нравилось, то есть когда вы были, ну, на своём месте, что было, какие-то препятствия всегда? Случайно ли это? Нет. Запрет, что-то какой-то, да, родительская позиция, может быть ещё какая-нибудь игра, вот. Дальше, всегда выслушиваюсь, как могу, то есть пытаетесь доказать, что вы хорошие, то есть я хорошие только если, только если я докажу всем, что я хорошие, соответственно, могу чувствовать себя нормально. вот. А если я не докажу, что я хорошие, то я буду чувствовать себя плохо. Это условность, условность восприятия себя и, соответственно, отсутствие, безусловно, восприятия себя, у этого также есть причина. То есть это не появилось здесь ниоткуда такое. что, давайте смотреть, что вы в себе не принимаете и почему вы в себе не принимаете. Что будет, если вы не выслужитесь, ну вот, перед другими людьми, например, что произойдёт, в этом случае, для вас. Подумайте, это важно. Для того, чтобы понимать, что с вами происходит. Вот. Вот. Какая цель? Понимаете ли вы, что здесь вы уже, как бы, ориентированы-то не на работу, саму по себе, а ориентированы вы здесь, скорее, на некий социальный статус. Понимаете? Какая история. И у этого, у этого тоже есть свои причины. Т.е. работа для вас получается, исходя вот из того, что вы написали, да, работа для вас – это средство достижения определенного результата, нерабочего результата. Вот. А какого-то другого. Вот. И поэтому проблемы. Потому что не может рабочая сфера служить средством для реализации другой сферы. Это невозможно сделать. Т.е. ваши определенные внутренние проблемы мешают вам адекватно подходить к работе. Вот. Дальше. Как преодолеть? Не преодолевать – это нужно. Да, вот преодолеть – это подавить. Ну, если вы преодолеваете – это значит, что подавляете, по сути. Вот. Т.е. не надо ничего преодолевать. Нужно разбирать, нужно смотреть, нужно раскрывать то, что вам хочется. То, что вам нужно, то, что вам интересно, то, что вам ценно, то, что вы хотите, то, чего вы боитесь. Может быть. Вот. Все это нужно раскрывать и уже потом учиться реализовывать все это. по-другому. Не так, как это вы делаете сейчас, на данный момент. Потому что, ну, понятно, что вы это делаете деструктивно. Сейчас. А по-другому не умеете, по-другому не знаете, как по-другому не получается. Понимаете? А преодоление идет откуда? Вот откуда идет запрос-то на то, чтобы преодолевать? Запрос на преодоление идет из родителей. Из родителей внутренних вашего. То есть, вы как бы говорите себе, я должна преодолеть все. Вот вы и преодолеваете. Только получается, да, вот как-то не очень хорошо. Верно? И не получится. Потому что преодолевать, преодолевать значит подавлять. А что такое подавлять, ну, я думаю, вы и сами прекрасно понимаете. Вот. Вот и все. Вот и все. Вот и все. По сути, по сути, эээ, все. На этом, по-хорошему, на этом уже можно, эээ, в принципе, заканчивать было. Помощь, да, это все. Понятно? Теперь просто нужно разбираться. Что, где, как, почему и так далее. Вот. Вот. Но. Но, я думаю, что все-таки вы хотели бы, ну, разобраться дальше. У вас и вопросы остались, и все. Вот. А если, говорят, сделано не совсем хорошо, стараюсь сделать лучше. Для чего? Не потому, что работа нравится, да, не потому, что вы сами хотите развиваться. А то волнует то, о чем, то, что о вас подумают другие. Вот. А чем это страшно для вас, если думать будет плохо. Вот. Ага, понимаю, что нужно менять работу, но причину найти не могу. Вот. Причину для чего? Чтобы менять работу? Не можете найти причину. А разве для этого нужна причина? Кто сказал, что для этого нужна причина? А просто, простите, вот, просто одного желания мало, что ли? Или как? Так. То есть, откуда вот эта вот у вас позиция такая, что обязательно нужна причина? для того, чтобы уйти с работой. А на самом деле нет. На самом деле нет. На самом деле никакой причины не нужны. То есть, вполне достаточно того, что вы хотите. Вы хотите уйти, все, вы уходите. А больше, как бы, причин никаких не нужны. Вот. Вы говорите, ага, боюсь чего, ленюсь. Это, это, по сути, не прислушивайтесь к себе, к своим желаниям. Опять же. Вот. То есть, это вот про это. Это про желание ваше. То есть, почему, ааа, почему вы ленитесь? Например. Почему вы ленитесь? Потому что, ааа, это не ваше. То есть, лень, как бы, говорит, это не то, чего, ааа, чего и ты хочешь. Как бы, как бы лень говорит вам об этом. А вы ее пытаетесь игнорировать. И отсюда вот такая ситуация, такой конфликт. Вот. Ну а страх, это, соответственно, запрет. Запрет делать что-то для себя. Не знаю, в каком направлении искать, куда развиваться. Опять же. Татьяна. Татьяна. А с чего вы решили, что вам нужно обязательно развиваться? Почему? Обязательно развиваться нужно. А если без развития? Если просто вот, ну, просто не развиваешься, а, скажем, просто так. Допустим. Как тогда. Понимаете? И, соответственно, опять же, откуда пошла идея развития? Для чего вы хотите развиваться? Кто хочет развиваться? Вы или кто-то другой, или вы хотите, или вы считаете, что надо? Понимаете? Понимаете? Есть, а, большая разница, большая разница между тем, что, ам, значит, ну, между тем, что вы хотите развиваться, и тем, что надо развиваться. Смотрите, вот две большие разницы в этом вопросе есть. И вам надо, надо бы, надо бы, вот эту разницу увидеть для себя. Вот. То есть, может быть, как раз таки развиваться вам пока и не стоит. Может, как раз таки, пока стоит немножко отдохнуть, продохнуть, там, и так далее. Вот. Понимаете? Такая история. Дальше. В голове идея бизнеса и тех специалист и закупка. Идея для чего? Понимаете? Вот идея, она всегда подразумевает определенную цель. Идея чтобы что? Например, идея бизнеса. Хорошо. Бизнес зачем? Тех специалист. Хорошо. Чтобы что? Закупка. Отлично. Чтобы что? Проблема кучи. Прошу помощи в. Как избавиться от лишней линии боязни нового? Нет, запрет, который был установлен вам в детстве. Как сосредоточиться на чем-то одном и не смотреть все подряд на сайте работы? Определить желание. Для чего вы смотрите все подряд на сайте работы? Что хотите? Как все время не думать о работе? Опять же, это как запрет, так и, скажем так, ваш эмоциональный интеллект. То есть, эмоциональный интеллект – это чувство. Это то, как вы выражаете свои чувства. Почему вы все время думаете о работе? Потому что через работу вы удовлетворяете в том числе и свои социальные потребности, личностные потребности, а не только профессиональные. Соответственно, если вы разделите под свои потребности на личные и на профессиональные, и будете удовлетворять каждую потребность в своей сфере, то и о работе все время думать вы не будете. С другой стороны, это может быть и навязчивая мысль о работе. Навязчивая мысль – это также определенный родительский запрет. Как перестать переживать, если тело и работа у нее не идеально? Это страх осуждения. То есть, перестать переживать у вас просто не получится. Нужно исследовать ваши отношения к этому, нужно исследовать ваши потребности, ваши привычные модели реагирования на неудачу и восприятие ошибки, а также отношения к ошибкам, к выводам и так далее. Вы хотите развиваться. Если вы хотите развиваться, то вам нужно любить ошибки. Ибо ошибки – это лучший друг того, кто хочет развиваться. Отсутствие ошибок или непринятие ошибок, страх ошибок – это свидетельство о том, что вы развиваться не хотите. Это ваше право, это ваш выбор, но тогда нужно просто брать любое удобное место, в котором вам будет хорошо, спокойно там и так далее. Вот. Как избавиться от чувства, что о тебе думают подумать плохо и не так, как ты хотела быть? Понимаете, Татьяна, вот у вас везде, да, как избавиться? Как не думать? Как перестать? Знаете, то есть постоянно какие-то запреты идут, постоянно какие-то идут директивы, вот, по отношению, ну, допустим, там, к себе, например. Это не работает так. То есть не избавляются от этого. Понимаете, не избавляются от этого. Это раскрывают. С этим работают. Это реализуют. Ну, или, может быть, лучше будет сказать, ага, может быть, лучше будет сказать, реализовывают, наверное. Наверное, так будет лучше сказать. Вот. Понимаете? Вот и все. Вот и все. Только так. А у вас пока идут какие-то сплошные запреты. И я легко могу представить, как вам тяжело жить, вот, ну, пребывая вот в таком, в таком, по сути, постоянно напряженном состоянии. Понятно, да, то есть, значит, от чувства, что от тебя плохо подумать, избавляться не нужно. Нужно подумать, какое желание стоит за этим. Откуда вы научились вот этому, ну, этой, этой позиции, например, что вы должны быть хорошими. Почему вообще о вас должны думать хорошо? То есть, как бы, как бы, а для чего, собственно, зачем? В какой стадии о вас все должны думать хорошо? Всем, всем нельзя понравиться, в общем-то. Это нормально, что всем понравиться нельзя. Ну, или вы хотите нравиться всем? Опять же, зачем? Опять же, для чего? Вы хотите нравиться всем? Цель. Цель. Вот какая цель у всего этого? Понимаете? Вот. Вот это важно. Это важно для вас. Вот. Понимаете? Такая история. И я думаю, я думаю, что вам нужно, ну, в корне менять свое умышление. Вот. И с бока я вижу только одни сложные запреты, директивы и так далее. А нужны, нужны разрешения, позволения. Как бы, как бы, это сказать. Эммм. Расслабление, может быть, даже. Может быть, даже. Понимаете? О. Вот что нужно вам. Ну, реально вот. Реально это нужно вам. Понимаете? Вот. А вот эта позиция, которую, ну, которую сейчас вы пытаетесь, как бы, ну, как бы себе, да, вот, навязать. Вот. Эта позиция, она не совсем адекватна. Вот. К сожалению. Эмм. Потому что, так вот так, вы ничего не добьетесь, на самом деле. Вот. Для себя, по крайней мере. Вот. Понимаете? Вот и все. Понятно, да? О чем, о чем идет речь. Вот. Дальше идем. Эмм. Так. Значит, как избавиться так. Как не переживать за то, что ты, типа, делаешь больше того коллеги, что целый день бьет чай, а получается вы одинаково. Ну, опять же, опять же, вы хотите рационализировать просто все? То есть, вы хотите, чтобы, ну, чтобы что вы хотите? Чтобы, просто, вот, вам, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Самое что, вы уже переживаете, понимаете, и, коль вы уже переживаете, то тут не избавляться от этого нужно, а смотреть. Вот, например, вы говорите, да, делал, делал, делал больше того коллеги, а зачем делал, делал, для чего делал, чтобы что делал, а откуда сравнение идет себя с другими, то есть почему вообще сравнение идет с другими, то есть какая разница, что сделали вы, да, и что сделал коллега, если вы, если вы делали то, что хотели делать, например, то какая разница, вот, разве нет, разве не так, а если вы делали не то, что хотели, то это уже вопрос к вам, да, это уже вопрос к вам, для чего тогда, вот, если я работаю, грубо говоря, то я работаю для себя, вот. от того, от того, сколько я поработаю, например, зависит ли та, допустим, сумма, которую я, например, получу за свою работу, если нет, то я могу делать что-то только потому, что мне там это, грубо говоря, нравится, например, или что-то еще, вот, и все. других, других вариантов, как бы, как, как бы нет, нет, здесь. Понимаете? вот. Но то, что вы сравниваете себя с другими людьми, вот, я считаю весьма тревожным знаком, потому что сравнивать себя с другими людьми, ну, это, опять же, непринятие себя и неуверенность в себе, вот. А с этим всем можно и нужно работать. то есть, поймите, что если вы делаете больше, чем кто-то, да, то вы это делаете, ну, потому что вам так захотелось. вот. И если вам работа не нравится, например, то делаете столько, сколько тот человек. Но чем вы тогда как бы отличаетесь, да, от него? и хотите ли вы отличаться от него, от этого человека? Вот. Понятно, да? О чем, о чем идет речь? Понятно, что я хочу сказать. Надеюсь. Вот, в принципе, так можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаете. Надеюсь, что это было для вас полезно, надеюсь, что это было для вас понятно. Я старался раскрыть все детали. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Надо сказать, что в вашей ситуации готовых, ну, как бы ответов, да, рекомендаций нет и быть не может, поэтому здесь, ну, рекомендуется индивидуальная работа только. Вот. Соответственно, соответственно, ну, если вы хотите с ситуацией справиться, разобраться точнее. Вот. Во всех остальных случаях это будет, ну, просто, знаете, вот, какая-то иллюзия такая от того, что, что все хорошо, да, иллюзия того, что, что это вы делаете для улучшения своей истории, но ничего меняться, в принципе, не будет. Вот. Потому что, ну, а как, да, это нужно менять, вам меняться. Вот. Своё отношение к работе там, и так далее. А если вы не готовы, например, или если вы мыслите, вот, допустим, с точки зрения родителя, да, или с точки зрения критики, то вам будет и мою позицию, в общем-то, непросто принять. Вот. Потому что вам будет казаться, ну, что это неправильно. Всё. Всё, что я говорю, да, это всё неправильно вам будет казаться. И не то, чтобы я вас, а, хочу, хочу переубедить, а, просто, вот, мое видение ситуации, как, а, специалиста, ну, вот, именно такое. Вот. Если захотите поработать, а, с этим вопросом, да, что, с радостью, с радостью я вам помогу. Или я, или любой, любой из моих коллег. Вот. Ну, а если нет, если у вас другое мнение на этот счёт, то, в таком случае, что ж, я надеюсь только, что вы сделаете правильный выбор. Вот. Я надеюсь, что вы примите правильное решение. Вот. И просто будете отдавать себе отсчёт в том, что, что последует за вашим, вашим выбором. Вот. То есть, что будет за ним, за, за выбором вашим. Вот. Это не обязательно плохо, я не хочу вас как-то пугать, там, или что-то ещё. Вот. Просто пытаюсь предупредить. Вот. Вы знаете, ещё, пожалуй, то, о чём я забыл сказать, это то, что ваши, ваши проблемы могут быть ожидать. Вот. То есть, вы могли слишком много от себя ожидать, а другие, другие люди могли слишком много от вас ожидать. вот. Ну, например, например, ваши родные, которые вкладывали деньги, допустим, в ваше, ну, образование, например. Вот. И так далее. То есть, если это так, если это вот такая история, действительно, то, вы знаете, ну, я не удивлён тогда тому, что у вас есть такая проблема. Вот. Потому что, если вам говорили, что у тебя всё получится, ты должен совсем справиться, и у тебя там, грубо говоря, богатая будет насыщенная жизнь, например. Вот. Допустим. И у вас вот сейчас, на данный момент, что-то не получается. то, естественно, вы фрустрируетесь, переживаете и думаете, что, вот, я не оправдала, там, чьих-то, чьих-то надежд, ожиданий и так далее. А правда заключается в том, что, как бы, и не должны были вы это делать. Потому что, только вы знаете, что нужно. Только это, это ваше жизнь, это ваш путь. Понимаете? Да. И, и всё. Спасите. И вопрос в том, насколько вы, вот, ага, ну, самостоятельны. В, в своей позиции. Вот. Насколько вы самостоятельны в том, что делаете. Вот. И, и самостоятельны ли вы. Если нет, то, в принципе, с этим можно будет поработать. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, буду, буду благодарен, если, ну, вы оцените мой труд. Там много, много, много времени я потратил на ответ. Вот. Желаю вам всего самого доброго. И удачи.